Отдел номер 9. Таким сухим языком сотрудники музея Херсонес-Таврический называют территорию античной усадьбы, расположенной на самом берегу Камышовой бухты. Участков, где археология буквально под ногами и открытым небом, в Севастополе около 400 из них, сохранившихся хорошо, десятки. Официально эта территория музея неофициальна для местных жителей, просто куча камней. Облагородить ее взялись активисты движения Севпарки. Они получили президентский грант на почти полтора миллиона рублей. Как современность будет взаимодействовать с античностью, выясняла Ксения Егорова. Вот этот кусочек усадьбы, это как раз винодельня. Роман Смирнов уже более 10 лет изучает так называемую хору Херсонеса. Участки, разбросанные по всей территории современного города, когда-то далеко выходившие за пределы древнего поселения. Усадьба жила долго. И со временем, когда это помещение перестало использоваться, рядышком уже с этой конструкцией, прямо вот здесь, где я с вами стою, был погребен ребенок. История погребения пока полностью не изучена, но среди памятников археологии когда-то текла жизнь. Здесь после кос выращивали капусту, персики и виноград. И делали это вплоть до великого переселения народов 6 века нашей эры. Эти камни помнят жители античного Херсонеса. Такие наделы давались свободным гражданам полиса, для того, чтобы те могли вести сельское хозяйство. Своеобразные 6 соток. Таких памятников всего в Севастополе около 400. Но для местных жителей это, похоже, больше напоминает пустырь с камнями. Когда-то здесь хотели вообще сделать городской ипподром. Эти камни исторической ценностью не считались. Теперь кострище на месте винодельни и постоянный хруст под ногами от стекол. И эту печальную картину хотят исправить активисты движения Севпарки. Благоустроить территорию поможет президентский грант. Здесь планируем поставить зоны отдыха, смотровую площадку, информационные стенды для людей, чтобы знали, что здесь вообще происходило, что здесь может быть. Очень хотим сделать освещение. Античные усадьбы, сохранившиеся планировкой, места, прочно вошедшие в туристические маршруты, например, в Греции. Но пока здесь об этом только мечтают. Однако эти городские территории уже называют особыми. Это уникальная позиция города и вообще в мировой цивилизации, что хора сохранилась. И здесь можно проводить не просто экскурсии, когда показывают вот здесь амфоры, вот здесь амфоры. То есть это больше, чем туризм. Это образовательная программа. До весны следующего года активисты Севпарков составят проектную документацию, а территория античной усадьбы преобразится к августу 2018-го. Ксения Горова, Михаил Шурмель и Анастасия Пипенко. Вести. Севастополь. Севастополь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.